Наш канал открывает рубрику «Испытаны на себе». И в этом сюжете я примерю на себя роль охотника. Обзвонив заядлых ценителей пострелять в летающую бегающую живность, я наконец оказался в кругу профессионалов. Нехитрой манипуляцией над буханкой заставили ее завестись. И вот мы уже мчим навстречу трофеям. Она где-то посередине, вон там такая летняя дорога. Ну да. Вот, если что, мы ее перекроем. Вы тогда не на дороге, а в лес толкнетесь, метров 20-30, посмотрите, где там ***. Ну да, если через эту дорогу переходные есть, то нам тогда надо будет еще дальше. Короче, сейчас звоним, сейчас посмотрим, давай, сейчас просто. Вы проходите, мы проходим это. Ты в Донбасс, да? Давай патроны. Ты тоже на что? Нет, ***. Там что, секретик какой-то, Леш? В незаводских. Или ты порошка туда побольше? Волшебного, да, порошка. Ну, Шарик, будешь ты теперь фотоохотой заниматься. Будешь с Герей фотографировать. И фотографии в разные журналы посылать. Правильно, где платят больше. Вот, а этот ремень? Пошелай, на последний. Ой, толстый. Мы тут байку слышали, как ты километры тут бежал. Ой, толстый. Ты не записывал? Так ты больше на охотника похож, с патронтаж. Вдруг ему, ***, хочет его, патроны, ***, а у меня нет. Отстреливаться, гранаты, световые давай запускай. Трассер давай, да? Увидите зеленую, эту ***, ракету. На нас огонь ведите. Прям с дороги. Вызывали огонь на себя. В лес там просто, высекли все. В 80-е был такой польский фильм. Назывался «Долгая дорога в дюнах». Вот сегодняшняя охота мне напоминает вот этот фильм. Ну, как видите, наши чунганчгуки возвращаются. И что-то зайца у них в руках я не вижу. А вы? Хотя надо дать должное, и выстрелы тоже не было. Ну, могли запытать ножом. Догнать, задушить. Я тут, по-моему, единственный тролль-охотник, который на это все смотрит сквозь очки пессимизма. Куда, Леху, ты дел? Привалил уже где-нибудь, наверное? Ты морду посерьезнее сделай. Чего ж ты такое? Улыбаешь. Килограмм потерял. Потерял килограмм? Да мы что-то прошлись вообще по колено снега, блин. Назад. Охота – дело для физически выносливых людей. Мне приходилось иногда ползти по снегу. Глубина снежного покрова достигала метра. И передвигаться, не имея лыж, весьма утомительные занятия. Посмотрите, какая взаимовыручка. Охотничья взаимопомощь. Один толстенький, один залезть не может. Сейчас происходит быстрый брифинг, в результате которого наверняка эти два охотника решат сократить военные расходы на охоту. Есть. Так, второй сазанчик. Вот. Но ружье бережет, вы видите, да? Как в джунглях Камбоджи он держит его над собой. Видаться, прошлое падение все-таки научило чему-то. Смогут ли они подняться? Голосуем, делаем ставки. Или за УАЗиком придется сидеть мне. Так, мы видим, Алексей залез за пазуху и, скорее всего, у него там заяц. А, нет, черт возьми, это телефон. Так вот, а ты думал, зайцы просто так достаются? Нет. Мне вот, знаешь, интересно было все-таки посмотреть бы на всю эту компанию, если бы с нами поехал Артур. Ага. Вот. Он вообще ходить не любит, да? Нет. Он бы из-за вазики не вышел. Ходите, ну передайте ему привет, он же вас посмотрит потом. Николаевич, как? Он говорит, по 12 километров. А, да зачем? Ой. Он вчера вам говорил, что он в 7.30 будет уже вот здесь стоять. Мне кажется, он во сне ходит. Луна чуть. А вот второй. Стоим со стаканом кушать. Второй день охоты у нас. Байки. У нас увеличилось количество охотников. Но зверя нет. На дальнем кордоне все. На дальний кордон лось ушел. И водки нет, лишь кофе пьем. Вот идет второй воин Донбасса. А что, один? А где еще одного потерял? Нет, я здесь. Кого? А, вы с двоем уже? Да. Все. Рим, ну ты что? Третий, третий. Все на месте наши. Пойдем, ушли. Ну что? У меня бешеная собака. Что, баранов нету? Ты, наверное, к лавку затрепал какую-нибудь там, да? Колись, говорю, какую-нибудь Марьюшку затрепал там в деревне. А вам штаны до сих пор спущенные, смотри. На, глади. Ты участвуешь в реалити-шоу, Александр. Я вообще этому не сказал на раз. Наличие буханки обязательно, так как место дислокации приходится очень часто менять. Ну, вон, какашки. А ты будешь какашки пробовать? Не, ну как-то их там вонять. Давно был, теплый, нет. Надо отметить, что зверье не боится автомобиля. И лишь выход из него заставляет дичь улепет. Так, Волынский горнолыжный. Саш, я ведь снимаю. Давай ружо. Саш, я понесу тебе ружьё. Даже я знаю, как зайчих леды выглядят. Ну, как же, блядь, можно и безумие. Ну, у меня выбора нет, поэтому я... А что, по колено, Сань. Там нынче-то. Не бойся трудностей, Александр, ты охотник. Ты охотник, я мотивирую тебя. У тебя ружьё. О, по колено мы пройдём, Сань. Хочешь, пройди? То есть нужно было что? Привнесть Александра Николаевича. Да. По колено. А я просто в лыжне стою. А. Понятно. Чё, думаешь, к утру не нагоним? Это не заяц вообще. А кто это? Кабак. С задними подпрыгивающими лапами. А ведь она там просто, когда с горечкой всталась, она уперлась с двумя лапами. Поэтому получилось так, зайчик. А я тебе... Вот. Уважаемые зрители, что делают охотники для того, чтобы оправдать своё бездействие. Они даже выдают зайчи следы за собачьей, чтобы ни за кем не ходить. А все вот эти вот лыжи и вот эти вот ружья, это всё антураж просто для того, чтобы эффективнее бухать на природе. Да. А водку они не взяли, потому что я с ними езжу. Видишь, он просто как-то прыгал так, что задние лапы у него как у заяца шли, видишь, друг за другом. Поэтому я обманулся. Но мы-то в душе все знаем, что это был заяц. Ну да, поэтому и показалось, что она нам слишком крупная. И сразу стал большой. Вот, оказывается, как раз. Вот, он просто, видишь, на скорости свалился. В итоге, друзья, что мы имеем вот этого парня, который слегка приупал в погоне за зайцем. Вот. И второго охотника, который собачьи следы пытается мотивировать тем, что это не заячьи следы. Охота у них следующим образом состоит. Суть всей охоты, как я понял, заключается в том, чтобы на буханке ехать вдоль дороги. И смотреть следы. И если заяц сидит прямо в колейке, то из окна можно стрелять. Нет, из окна нельзя стрелять. Вот. Видите, тут техника безопасности началась. Но мы-то... Нас не обманешь. Машина охота запрещена. Это он на камеру. С машины охота запрещена. Вообще я прошел здесь. Я просто представляю эту картину сейчас. Если вот ружья лежат в машине. Они зачехленные. Да, выбегает кабанчик через дорогу. И если бы они ехали... Мы сами обосрёмся, блядь. Я так и предполагаю. А знаете, почему, кстати, охоту на кабанчик сейчас не удается? Кто сало взял? Ну да. Кто на рыбалку, берёт рыбу. Это я вам как астраханец говорю. А эти сало взяли. Вот-вот. Вон, заяц, 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 вон. Фу. До чего же дичь пошла бестолковая. Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать. Это тысячи мало. Теперь ты ещё за ним полдня бегать будешь. Это почему же? Аж там фотография. Пошли вдоль оврага пройдём. Мы его так не догоним. Сейчас он туда объехал. В этот раз заяц покинул пределы нашей видимости. Что интересно, всю дичь, которую мы встретили в тот день, была обнаружена мной. Из чего напрашивается вывод о моём хорошем зрении. И не очень хорошем наших охотников. Ну, я в поле ушёл. Ну, тут следов старой, следы. В тот день я услышал много баек про стадо сикачей и орды зайцев. Поэтому решил тоже подстрелить что-нибудь. Выбор пал на бутылку и контейнер из-под салата. Ну, посмотрим. Как раз то расстояние, которое ты куропатка пилилил. Чётко. Есть бутылка с водой? Нет. Черву поставим, яблоко поставим. На бутылку. И чё? Ну, башка шири, блин. Саня, она сливается, её не видать. Я вот уже не вижу, она слилась. Всё. Ну, попал-то, ну, попал. Короче, из всех охотников, охотник я. Потому что я попал во к***ю меню и выстрелил на лопату. Вот жене отдашь, она тебе суп сварит. Супа, она не и так сварит. Вот из этого, да, суп сварит. Я убил. Кончились наши приключения по ломкой буханки. Пару лопат и четыре человека смогли развернуть уазик на узкой дороге. Отсутствие задней передачи и заклинившая вторая не остановили наши невзгоды. По пути пришлось перебрать карбюратор. В итоге вся охотничья банда не смогла добыть дичи к столу. Но удовольствие каждый получил своё. По скриптуму. Во время охоты не пострадало ни одно животное, если не учитывать зайцев, погибших от хокота.